Прямой эфир с утренней молитвы. Слава Богу! Аллилуйя! Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, Благословен Отец наш, любящий нас. Аллилуйя! Благослови, Господь, этот эфир, благослови, Господь, кто подключился, Благослови, Господь, сегодня всех нас во имя Господне. Аллилуйя! Благословляю вас, друзья, братья и сестры, благословений Господних вам. Аллилуйя! Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. В Псалме сказано 121, 6 стихом. Именно этот текст, он заглавлен для картинки, вот, картинка трансляции сегодняшней. И из молитвы апостола Павла, из его такого обращения, из послания к римлянам, 10 глава, начинается такими словами. Братья, он говорит, братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. И сегодня молимся во спасение Израиля. Вот, и также еще текст из Писания сегодня, читаю этим утром, из Исаии Пророка, 62 глава, 6-7 стихи, о сторожах и о молитвенниках, и о напоминающих о Господе. Здесь написано в переводе синодальном, «На стенах Твоих Иерусалим я поставил осторожей, не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит, и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Аллилуйя! Аллилуйя! Когда Всевышний сделает Иерусалим славою на земле? Мы называем это вторым пришествием Христа, пришествием Ашиаха. Мы ждем его на облаках небесных, на небесах. Аллилуйя! Роман пишет пастор Сергий, «Да благословение будет на вики имя Господне». Аллилуйя! Аминь! Аминь! Благословляю всех вас, дорогие друзья, братья, сестры. Молюсь сегодня. И вот эту трансляцию включил с утренней молитвы, с молитвой за Израиль. Молитва за Иерусалим, непосредственно за столицу Израиля. И сегодняшняя молитва совершаю с хлебопреломлением, с причастием Севхаристии. Это молитва благодарения и молитву такую напоминательную пред Господом. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, пред Ним не умолкаем». С одной стороны, напоминающие о Господе, имеется в виду, конечно, обращающиеся, проповедующие людям всем. С другой стороны, здесь имеется в виду, не умолкают, не должны умолкать напоминающие пред Господом, напоминающие пред Ним, пред Богом. В переводе синодальном не очень понятно, к сожалению, здесь переведено, но по тексту и оригинальному, еврейскому, имеется в виду, как напоминание людям окружающим, проповедь им, так и пред Богом напоминание. Хотя, кажется, зачем напоминать Богу? Нет, но когда мы молимся, мы как бы снова и снова напоминаем, воспоминаем пред Богом об этом. Слава Господу! Роман пишет, «Хай благословит Всевышний Израиля! Аллилуйя! Аминь, аминь, аминь!» Слава Тебе, Господь! Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истины, Ты, который везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Слава и Честь и Хвала Тебе! Слава Отцу, Сыну, Святому Духу! Благословен Господь Бог наш, Царь всей Вселенной! Благодарю Тебя, Боже всемогущая, за это утро! Милость Твоя обновилась, Господь, крону человеческому, и обновляется каждым утром, Боже всемогущий, слава Тебе! Благослови сегодня по богатой своей милости, Боже! Благослови сегодня Киев, благослови сегодня Украину! Пусть здесь на берегах Днепра славится имя Господа Иисуса Христа! Непрестанно, Боже! Благослови Господь Израиля, благослови Господь Иерусалим, благослови всю нашу истрадавшуюся планету, Господи, по богатой своей милости, Во имя Иисуса Христа Благослови Господь Святой Великий Бог наш Благослови Благослови сегодня хлебопреломление Божие наше рассуждение сегодня О великом спасении О великом спасении О великой благодати данной нам людям Ты дал нам это Господь Слава Тебе Аллилуйя Аминь, аминь Роман пишет Аминь Шалом Сережа, доброе утро тебе Аллилуйя Доброе утро братья и сестры Доброе утро супруга моя Любимая Доброе утро детки Внуки Коты, все кто там смотрит Сейчас трансляцию Молодцы что подключились Благослови Господни Всех вам Аллилуйя Слава Богу Всебогущему Благослови кто подключается Кто подключился Ну и кто потом в записи Будет смотреть Потому что трансляции Все на канале моем Сохраняются Слава Богу Сегодняшняя трансляция Включил я С такой картинкой Трансляция Простите мира Иерусалиму Вот сегодня Молимся О Иерусалиме Молимся за Израиль Сегодня Кстати в традиции Православной Древней православной традиции Великий пост начался С сегодняшнего дня В нашей церкви Реформаторской Такой православной церкви Да мы православные Христиане Евангельской Такой библейской веры И у нас нет такой практики Поэтому у нас нет Великого поста Там и других Многодневных постов у нас нет Хотя некоторые дни Мы отмечаем Тоже как постные такие Но опять таки Непринудительно Просто пожелательно Пожелательно Потому что Действительно Пост он должен быть Как и молитва Как и все Что делает человек Должно быть доброохотным Должно быть Не по принудиловке Не по обязаловке Вот Иисус уча о посте Он говорил Что Должен быть пост в тайне Не афишировать Вот сейчас Это великий пост И я пощусь И захожу там В ресторан У меня только Все постненькое Там и прочее Не 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 Это уже Знатели Такое Я насмотрелся На такие посты Будучи традиционным Православным священником До 96 года Служил в русской Православной церкви Московского патриархата Поэтому я знаю Что это такое Вот Но Это лицемерие Одним словом Настоящий пост Я это осознал Очень четко осознал В том же 96 году Вот Много было причин Почему я вышел По идейным соображениям Я вышел Из традиционного православия Вот И В том числе Как бы Одна из многих Других причин Вот Я не хочу Больше вот этого Лицемерия Знаете ли Посты Согласно Даже учению Христа Самого Иисуса Должны быть Делом добровольного Во первых Не по принудиловке Не по обязаловке Вот Не по расписаниям Таким Знаете ли Которые вот Это вот Мы понапридумывали О себе Значит За правило Правило На правило Правило На правило Вот И как бы Это ничего доброго Не дает На самом деле Вот Ну по первости Может человеку Как бы это и в радость Знаете ли Верующему Но Христианство Христово Одним словом Очень сильно Порой Отличается От того Что мы Люди Называем Вообще Христианством Вот Поэтому я стараюсь Держать С 96 Года Самого Стараюсь Держаться Христово Христианство Не церковного Там Православного Или протестантского Или католического А именно Христово Христианство Для меня Вот я и вчера говорил У нас в церкви было собрание Вчера служение Здесь На Кловской Вот Я проповедовал Да Кстати В следующее воскресенье Я не буду У нас На служении В нашей церкви Поэтому Значит Да А может успею К началу Только быть Да На молитву В 9 утра у нас там молитва Как раз я думаю Успею утром Просто я Сразу еду На служение В другую церковь Значит К моим друзьям Вот И На Рыбальском острове Значит И там Будет служение Вот В Доме культуры Вот Как раз Вот Сегодня Завтра Уже Сделаем там Все объявления Рекламу И уже Наверное Ну Сегодня Завтра Я Объявление Такое Размещу уже У себя На фейсбуке В социальных сетях Размещу Ну и в блоге Своем Вот Так что Благословение Всем вам Вот Но кто будет в Киеве Можете приходить Также на служение Накловскую Там будут наши священники Может уже и благочины Будет Я не знаю Сможет быть он В воскресенье Или нет Отец Максим Будет наш Вот Отца Виктора Тоже снова Мы ждем Вот Так что Будет служение Так вот Вчера На собрании У нас На служении Я как раз Говорил О прощении Говорил Вчерашний день Он даже В традиции Православной Называется Прощенное воскресенье Но Опять-таки Прощение Прощение Рознь И как бы И по-разному Прощение Это люди Мы понимаем Все Честно говоря Вообще Очень разное Понимание Прощения Вот Как простить Ветхозаветное Такое Да Понимание Прощения Это одно Новозаветное Понимание Прощения Оно Совершенно Другое Вообще Вот В благодати Иисуса Христа Прощение Не так Как было Раньше Да Даже как Иисус Выразился В новозаветном В Нагорной Проповеди Новозаветной Да Казалось бы Да Но она Еще Ветхозаветная Во многом С элементами Ветхозаветного Учения И прости нам Долги наши В молитве Отче наш Говорите Да Как и мы Прощаем Должникам Нашим Вот А по совести Это уже В новозаветно Я могу Я могу Я могу Я понимаю Я понимаю Я понимаю Всех Он Он Любит Меня Да Он Есть Любовь Он Живет Во мне Поэтому Я Есть Любовь Я Принял Это Божественное Исцеление Потому Исцеляю Я Принял Божественное Прощение Потому Прощаю Вот И Это Благодать Удивительнейшая Amazing Grace Да О Благодать Спасен Тобой Я Из Пучины Бед Был Мертв Но Чудом Я Живой Был Слеп Но Вижу Свет Аллилуйя Аллилуйя Благодарю Бога За эту благодать Удивительнейшая Благодать За спасение Жизнь вечную Во Христе Иисусе И молитвы В благодати Божьей В молитвы Новозаветные Они звучат По иному Совершенно С другой Позиции И вот Просим О мире И Иерусалиму Как Просим Можно по разному Желать этого мира Мы говорим Шалом Иерусалим Да Вот В пятницу Вечером Мы поем В субботу Встречая Субботу Шалом Шалом Иерусалим Каждую субботу Мы благоставляем Иерусалим Поем Шалом Шалом Иерусалим Я еще добавляю Обычно Шаббат Шалом Иерусалим Шалом Иерусалим Шалом 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 Иерусалим Шалом Шалом Иерусалим Желаем Мира Иерусалиму И люди Многие Очень люди На планете Евреи Неевреи Христиане Разные конфессии Желаем Мира Шалом Иерусалиму Но Новозаветное пожелание Оно отличается? Оно отличается кардинально. Почему? Потому что мы знаем, что Бог во Христе примирил с собой мир. Бог во Христе примирил с собой все народы нашей истрадавшейся планеты. И мы желаем миру уже не просто наши пожелания вот снизу, а они тут как бы сверху уже, с небес эти пожелания идут. То есть, чтобы люди приняли это благодать Божью, спасение, дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Потому что Евангелие, это и есть силы Божьи написано, ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Так что и для Иерусалима, ну, как говорится, сам Бог велел, как говорят, сам Бог велел действительно принять это спасение, принять эту благодать спасительную, принять это искупление. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Боже всемогущий! Благословен Тебе Царь Вселенной! Благословен Господь Бог наш! Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое! Благоставляю Иерусалим, благоставляю Иерусалим во имя Иисуса Христа! Благоставляю Израиль, благоставляю сегодня во имя Иисуса Христа Напоминающий о Господе, не умолкаем, аминь Не пред Богом, не пред людьми, не умолкаем, аллилуйя Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Царь Вселенная Благослови, Господь, благослови Благослови, кто подключился сейчас Благослови, Боже, во имя Иисуса Христа Дорогие друзья, братья и сестры, возлюбленные дети Божьи Знаем, что Бог во Христе примирил с собой всех нас И сегодняшний день молимся, продолжаем молиться за Иерусалим, за мир в Иерусалиме И это очень важная стратегическая молитва Мы молимся за наши города, наши селы Молимся за наши населенные пункты И это благочестиво, это правильно Но есть молитва, такая архи-молитва Как бы самая главная молитва Моляясь за разные города мира Я часто в молитве вспоминаю разные города Которые посещал, в которых жил Но с особенным трепетом всегда отношусь к молитве за Иерусалим За город великого царя И до Коли написано, да, Исаии, 62 глава, 6-7 стихи я читал, да И в конце 7 стиха там как написано До каких пор нам нужно вопить пред Богом и пред людьми Там еще есть вариант перевода, что именно кричать Вопить То есть не просто даже так где-то шепотом чуть-чуть помолился Кричать Просто кричать пред Богом и кричать пред людьми Напоминать людям Напоминалка такая, серьезная напоминалка Знаете ли На телефоне можно напоминалку поставить, допустим На какой-то час Чтобы, значит, тебе напомнил телефон Допустим, о каком-то, не знаю, событии Какой-то встрече У меня напоминалка, допустим, о молитве есть Вот Есть даже такие программы Скачиваю там раз И вот простой еврейский календарь, допустим, называется Скачал Прекрасно Там напоминалка о чтении Тигели, то есть псалмов, допустим, да Замечательная напоминалка Там, допустим, в какой-то час Молитва, утренняя молитва Там такая, молитва такая, допустим, значит, все И я, как бы, очень благодарен Богу за эту программу Вот такая напоминалка Но там я Она, как бы, очень так робко напоминает То есть, если там, ну, совсем Если даже звук включен на все То она так чуть-чуть Псик И все И не слышно Вот, как бы Если прислушиваться, то слышишь А так нет Не слышишь Вот И А можно напоминалку поставить Там, допустим Я ставлю там, значит, то Сергея Бабкина Там, значит, вот это вот Де бы я, де бы я, де бы я, де бы я не був Все про тебе нагадует Мол, позаду идешь, а подивишься на мене крест свит Де бы я, де бы я, де бы я, де бы я не був Все охоплено твоей владою Аллилуйя Вот прекрасные вот эти слова, как вот Как песня песней, я ее называю украинский вариант Песня песней Песня любви И вот на примере любви мужчины и женщины Здесь имеется в виду, конечно, вот для меня однозначно Любовь Бога и человека Человека и Бога Творца и творения Наша с ним любовь Как в песне песней там выражено очень красиво Они ле доди ве доди ли Я принадлежу моему возлюбленному Возлюбленный мой принадлежит мне Мы принадлежим друг другу Ты это я, я это ты Все Спасибо тебе, Господь И напоминание пред Богом в молитве До каких пор Доколе не сделают Иерусалима славою на земле За всю свою тысячелетнюю историю Иерусалим еще не был славою на земле И в Библии есть лишь пророчество Да, кстати, так и называется город Иерусалим Город мира, да Как бы, да Иерушалим, да Иерусалим Салим, Шалам, Шалом Это мир Вот и Знаете, друзья Но этот город Он в своей истории Был полон крови Войн Переходил из рук в руки Вот и Да, сейчас он снова Еврейская столица Возрожденного и еврейского государства Вот Да, вот эти десятилетия последние Чудеса происходят Такие геополитические, божьи Очень важные Возрождение Израиля И возрождение Иерусалима Как еврейской столицы Это, конечно, чудо Это удивительное чудо Но до сих пор еще Иерусалим Не является вот этой славой на земле Но мы молимся И знаем Я лично знаю Что он снова станет славой Не то же снова А он действительно Он знал Иерусалим лишь отблески славы Как бы Не всю эту славу При первом пришествии Машеаха Да, при его Рождестве Младенца Христа Иисуса Его принесли к храму иерусалимскому Да То есть С самого вот Нежного возраста Машеах был Возле храма Был при храме Вот И его Приводили Родители Благочестивые Да, Иосиф Мария Младенца Иисуса Да, отрока Иисуса Приводили каждый год На Пасху По крайней мере Не точно были В храме там Вот Поэтому Машеах Каждый год Он посещал с родителями Храм Божий Вот И поэтому Храм этот видел Отблески славы И затем уже Когда Было служение Машеаха Служение Христа Народу Израиля То Именно в Иерусалиме Именно в храме Там звучали Слова его И порой Очень такие Радикальные Очень важные Слова Которые до сих пор Спустя два тысячелетия Очень трудно нам Уразуметь Понять Они раскрываются Постепенно Постепенно раскрываются За эти столетия За эти два тысячелетия Раскрываются Вот эти Его Действительно Его послание любви Его Вот это послание Благодати его Спасения Вот И Когда же Как написано Иерусалим Славой Сделается на земле При его втором пришествии При втором пришествии Машеха При втором пришествии Христа Как мы говорим Славном пришествии Когда он уходил С Иерусалима Опять-таки Да Уходил Они вышли С учениками И Иисус благословил их И ушел На небеса На облаках Все И пришли ангелы Ученики Как зачарованы Так и стояли Как смотрели в небеса Так и стояли Вот это да Вот это да И они так и стояли Ну подошли ангелы Сказали Мужик Ну да Товарищи евреи Что вы стоите Ну и да Он ушел Но он так же Как вот он ушел Так же он придет Интересно Явление ангелов Было В тот момент Но ученики Были в таком стрессе Что конечно Еще дополнительный Здесь стресс Еще ангелы С ними здесь Ангелы Но ангелы Сказали Правду Да действительно Что вы Стоите здесь Он сказал Да он ушел Он вернется Так же вернется Как он ушел А вы делайте свое дело Что он повелел То и делайте И они были В Иерусалиме Пребывали там Вот Доколе не облеклись Силой свыше И вот два тысячелетия Продолжается история Вот этой благодати Божьей Просто понарастающей Понарастающей В этом мире Божья благодать действует Слава тебе Господь Слава тебе Господь Благословен Бог наш И мы ожидаем Господа Иисуса Грядущего На облаках Как в той песне Кстати Вчера по-моему Да был Не помню День рождения Алексей Елизяева Вот Я его поздравлял Отметил там Написал там Вот И у себя Там На фейсбуке На основной странице Своей Опубликовал тоже Его как раз Вот мысли О рождении Новых песен Я очень Люблю Его творчество Как творческий Тоже человек Я люблю Его творчество Алексея Елизяева Особенно мюзиклы Его потрясающие Мюзиклы Вообще Вот Кто Если из Вот Друзей церковной Реформации Из тех Кто Моих слушателей Сейчас Кто еще не смотрел Его мюзиклы Не слушал То Обязательно Посмотрите Послушайте Вот А если слушали Смотрели То посмотрите еще раз Это Как говорится Паки и паки Снова и снова Да Можно ли проклинать Болезнь В молитве Лия Адонай Пишет И да И нет Вот И можно И не можно Вот Можно если нужно Вот Если Божий Дух Ведет так В молитве Я лично Так Фактически Никогда не молился Вот Было Буквально Пару исключений Когда С братьями Мы молились И Да Мы проклинали Болезнь Вот Но Это Было Скажу так Исключением Из правила Вот Вообще-то Я так никогда Не молюсь Вот Это Как раз Вот Скажу что Если Божий Дух Ведет вас так Молиться То молитесь Так Конечно Вот Если нет То Не надо Ни в коем разе Делать это Если это Не Не в Божьем Духе Отсебятины В молитве Вообще Никакой Не следует Делать Отсебятины Если молитесь Если вы возрожденный Человек Если вы не возрожденный То вообще лучше Даже не суйтесь В это Вот Если вы не приняли Иисуса Христа Как Спасителя Лучше вообще Не суваться В это все Потому Я же не знаю Кто это Залия Что это Залия Сестра Или Кто Вот Поэтому Люди разные Пишут Под разными Именами Просто Я не знаю Вот Но если Вы возрожденный Человек То тогда Прислушайтесь Тому Что Помазание Которое Вас Оно Само Вас И учит И учат Молитве Пам Тор Молд Не знаю Что такое Пастор Пастор А как зовут Пастора Или вы Пастор Ну Опять таки Для консультации О молитве Лучше Пишите На вайбер На ватсап Вот Созвонимся Сможем Лично побеседовать Потому что Сейчас Я не проклинаю Сейчас на молитве Никого И ничего И болезни Пастор А Пастор Молился Молился Вот Но пасторы Тоже бывают Разные Есть возрожденные Есть невозрожденные Пасторы Есть те Кто Знают Бога Есть те Кто Пастора Пастора Бога Не знают Независимо От того Кто он Харизмат Песятник Баптист Адвентист Лютиранин Не важно Какой он Протестантский Пастор Если о протестантском Пасторе Идет речь Как и священники Православные Или католические То же самое Не важно Иисус Тоже был пастор Тоже был пастор Тоже был пастор Протестантской Церкви Многотысячного Движения Всех Плод виноград Плод виноградной Плод виноградной Лозы Приготовлен Здесь у меня Виноградный сок У меня хлеб Это вот Остатки Субботней Халы Плетенки Шабат Поэтому Тоже возьмите Себе хлеба Друзья Налейте себе Соку Если нет Сока Налейте просто Воды Возьмите хлеб Какой есть у вас Неважно Какой он там Когда в церкви Причащаемся То там да В чужой монастырь Со своим уставом Не приходим И когда Приходим В свою или церковь Или где-то в гостях Мы причащаемся С братьями и сестрами Там совершаем Хлебопреломление С верующими Другие конфессии Другие динаминации Допустим Вот то Когда я так совершаю Допустим Причастие Участвую В причастии У баптистов У писятников Адвентистов Методистов Лютеран Кальвинистов У католиков Православных Очень разных Я принимаю причастие С очень разными верующими Разные теологии Идеологии Совершенно порой Отличные вообще Друг от друга Вот И И в нашей церкви Здесь в Киеве Тоже принимают причастие Люди Очень разные По своей конфессии Динаминации Я говорю Принимайте все Господь всем повелел Принимать Кто верует Что Иисус есть Христос Верите Что Иисус Есть тот самый Христос Истинный Христос Сын Божий Да Верую Слава Богу Значит Принимайте Причастие Только рассуждайте О теле и крови Иисуса Христа Пожалуйста Рассуждайте Благочестиво Правильно Иначе Если не рассуждать О теле и крови Христа Благочестиво Правильно То Все благоставения Эти Исцеления Жизни Они все Пройдут мимо Благоставения Чтобы они не проходили мимо Нужно рассуждать О теле и крови Иисуса Христа Рассуждать О теле и крови Иисуса Христа И благочестивое рассуждение Возьмите хлеба И рассуждаем О теле Христа Каким образом Рассуждаем О крови Христа Каким образом Что Телом ломимым Иисуса Христа Его святой кровью Я спасен Навеки Я прощен Абсолютно То что было То что есть То что будет Это я Временный человек Живу Во временном этом измерении Бог Вечный И агнец От века Заклон И я прощен Навсегда И первый мой день Бытия На этой земле И последний мой вздох На этой земле Все пред Богом И я прощен Полностью Просто некогда Я этого не знал Не осознавал И вообще никогда Не знал Что Бог существует Вообще в природе Но когда Познал Эту благодать спасительную Я понял Да Что он Мой отец Он простил меня Бог во Христе Примирил С Собою Весь мир Он Примирил С Собой Меня Спасибо тебе Господь Но это еще не все Это еще не все Хотя Даже и это уже Было бы Более чем достаточно Как вот В той песне Поется Старой Такой доброй Еврейской Песне Поется Да Дай Дай Ей Ну Дай Дай Ей Ну Дай Дай Ей Ну Дай Ей Ну Дай Ей Ну Дай Дай Ей Ну Дай Ей Ну Дай Ей Ну Дай Ну И смысл Песни Такого припева Очень красивого Очень простой Что нам Этого Было бы Уже Достаточно Даже Если ты Был совершил Только Вот Это Только Одно Но это Совершил бы И это Было бы Сверх Вообще Всякого Нашего Ожидания Все Сверх Нашего Понимания Да Два Тысячелетия Прошло Дамы и Господа Человеческий Род До сих Пор Лишь Приблизился Немного К Открытию Этой Тайны Раскрытию Этого Таинства Два Тысячелетия Столетия За столетием Раскрывается Это Таинство Бог Во Христе Примирил Собой Весь Этот Мир Всех Нас Простил Хо Но Это Еще Не Все Апостол Павел Говорил Что Не Рассуждали Братья Даже В его Время Да Первоапостольский Век Казалось Бы Да Но Не Рассуждали О теле Крови Христа И Поэтому Многие Болели И Немало Умирало Людей То есть Благословения Проходили Мимо То есть Они Видимо Рассуждали Однобоко Как и сегодня Многие Однобоко Рассуждают Что Он Простил Меня И Как бы Ну И Все Это Неправда Это Полуправда А Полуправда Бывает Хуже Чем Откровенная Ложь Полуправда В том Что Бог Простил Нас Полностью А Вся Правда В том Что Он Не Только Простил Нам Все И Принял Нас Он Принял Меня Я Прощен Но Это Не Все А Во все В том Что Он Исцелил Меня Благословил Меня Всеми Благословениями Небес Через Кровь Святую Агнца Божьего То есть Я Не только В вечности Благословлен И Прощен Нет И здесь На земле Я уже Живу В раю Не только Тогда Вечности Когда-то Нет Когда Времени Не будет Нет И в этом Временном Измерении В этом Временном Мире Я Благословлен Я Самый Счастливчик Счастливчик Из счастливчиков Почему? Потому что Бог Во Христе Примирил Меня Собой И Он Исцелил Меня Благословил Меня Всеми Благословениями Небес И дал Мне Жизнь Счастливую Присчастливую Спасибо Тебе Господь Благословен Ты Царь Вселенной Давший Нам Хлеб Из земли Аминь Благословен Господь Бог Наш Царь Вселенной Давший Нам плод Виноградной Лозы Аминь Благословен Отец Наш Бог Наш Возлюбивший Мир И отдавший И отдавший Сына Своего Иисуса Христа Агнца Своего Господа И Спасителя Нашего На Голгофу На крест Чтобы Всякий Верующий В Тебя Не погиб Но имел Жизнь Вечную Ава Отче Благословен Ты Возлюбивший И простивший И исцеливший И благословивший Свой народ Миром Царь Вселенной Владыка Всех Миров Адон Алам Слава Тебе Господь Аминь Тело Христово Примите Братья Сестры Источника Бессмертия Вкусите Аминь 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 Я спасен Через кровь Иисуса Христа Исцелен Благословлен Я принимаю Ты верой И благодарю Тебя За все Восхваляю Имя Твое Благословен Господь Ты Есть Любовь Спасибо Тебе Господь Аминь Аллилуйя Спасибо Господь Спасибо Благодарю Тебя Благодарю Тебя За жизнь Вечную Бесконечную Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя За спасение Дар Твой Божий Святой Дар Во Христе Иисусе Господе Нашем За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю За Воскресенье Твое За Победу Твою За Жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя Отец Мой Бог Мой Егова Творец Неба Земли Благодарю Благодарю Тебя Иисус Христос Спаситель Мой Брат Мой Друг Мой Царь Мой Господь Мой Целитель Освободитель Мой Благодарю О Дух Святой Ты Всегда Со Мной Утешитель Мой За Все Я Благодарю Я Тебя Господь Люблю Я Тебя Мой Бог Люблю И За Все Благодарю За Жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя Мой Бог Благодарю Тебя Иисус Благодарю О Дух Святой За Все Я Благодарю Я Тебя Мой Бог Люблю И За Все Благодарю Слава Тебе Господь Слава Тебе Слава Тебе Божий Всевогущий Благословен Господь Бог Наш Царь Вселенной Благословен Спаситель Наш Искупитель Рода Человеческого Аминь Аминь О Дамы и Господа Братья Сестры Всех Причастников Причастниц Как говорят Поздравляю С причащением Святых Христовых Таин Тела и крови Иисуса Христа И ни в ком другом нет спасения Братья Сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Господу Благословен Благословляю Благословляю всех вас Благословляю Свой дом Супругу Детей Внуков Котов Всех наших Благословляю Благословляю всех вас Дорогие друзья Ваши дома Ваших жен Детей Родных Ближних Благословляю Во имя Господне Благословляю Иерусалим Город мира Город Иерусалим Благословляю Во имя Иисуса Христа Благословляю Израиль Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа, аминь, 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 аминь Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир всем вам и благодать доумножится Сегодня вечером, думаю, получится у меня включиться в 6 часов вечера Буду продолжать тему Пурим Приближается праздник, библейский праздник Пурим Напоминаю, что в этом году пост эсфири будем вспоминать мы 20 марта А 21 и 22 марта праздновать сам этот библейский праздник, святой праздник Пурим Как говорится, евреем можешь-то не быть, но на Пурим прийти обязан Это действительно святой библейский праздник, забытый многими христианами, многими конфессиями, к сожалению Многим христианам даже милей бесовские праздники праздновать, к сожалению, чем библейские Но это уже такое многовековое историческое недоразумение Но сегодня время Великой Реформации Восстановление И пришло время отказываться от всякого рода человеческого, бесовского, наносного, не нашего Это не наше А о масленице учения Я в истории христианства об этом говорю Но о бесовских учениях я много говорю, в принципе О традициях бесовских много говорю И в учениях этих есть тема истории христианства И в том числе о масленице и прочих бесовских этих традициях Вот, прощенное воскресенье нужно христианам Ну, невозрожденным христианам нужно, конечно Возрожденным оно не надо, конечно Потому что возрожденные уже прощены и простили всех А невозрожденные им нужно и понедельник прощенный, и вторник, и воскресенье Любой день нужно Прощение пережить нужно Вот, вчера об этом говорил, кстати, на служении У нас в церкви Как раз именно об этом говорил Вот, слава Богу Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья Шалом, мир всем Ну, и в 6 утра завтра тоже подключайтесь Продолжайте подключаться к утренним трансляциям с утренних молитв Люблю всех, обнимаю, благоставляю Шалом, мир всем вам Благодарю тебя